Друзья, всем привет! Сегодня хочу снять несколько минут на такую короткую тему издержки содержания суккулентов на улице, то есть плюсы и минусы содержания суккулентов на улице. Ну, сначала о плюсах. Плюсов, конечно же, много. Суккуленты становятся компактными, суккуленты становятся яркими, красочными, суккуленты приобретают те оттенки, которые в комнате мы не дождемся никогда. Но есть также свои минусы. Вот это я из личного опыта поняла, и сейчас я хочу немножечко рассказать вам. Сегодня я немножко отступление сделаю. Сегодня я не выносила свои растения на улицу, потому что очень холодно, во-первых, было, во-вторых, у нас всю ночь и, наверное, часов до трех дня шел дождь, прям проливной дождь. Хотя он не попадал на суккуленты, я посмотрела, но некоторые я выставила, те, которые в зале, я выставила, потому что нет места у меня здесь, и я так поняла, что все равно именно улица будет лучше, чем в комнате совершенно без света. Ну а вот с кухни я даже ничего не выставляла. Как вчера занесла еще, так они у меня вот до сих пор стоят. Вынесу, наверное, завтра посмотрю. Посмотрю по погоде. И вот минусы. Вот вчера они стояли. Наверное, сейчас на видео это будет плохо заметно. Во-первых, они постоянно подвергаются нашествиям насекомых. Я не раз обнаруживала саранчу на своих суккулентах, как она попала на второй этаж. Не знаю, как она, ну, долетела, как она попала. Естественно, долетела. Ну, пчелы, осы, они как бы вреда не наносят, хотя их тоже очень часто вижу. Прям они спутники большие, вечные. Открываешь окно, и они уже там. Потому что, во-первых, суккуленты яркие, и они летят, естественно, на цвет. Но это как бы ничего. Вот, а из таких, из пассивных, ну, активные вредители, это те, которые грызут суккуленты. А это пассивные вредители, но я считаю их вредителями, это пауки. Вот, не знаю, видно вам будет или нет. Я вчера занесла растение и увидела паутину на них. Я ее собрала. Сегодня утром я посмотрела, вот, может быть, будет видно. Вот все сейчас растения. Вот, смотрите, вот паутинка, если... Ну, заметно. Я вот прям вижу в объектив, что она видна. Я ее, вот, потянулась. Я ее всю собрала. Причем окутана паутиной несколько вот этих хиверий. Вот здесь, вот здесь, вот она вся, это все паутина. Вот она потащилась, потащилась. Здесь прям большое скопление. Я ее сегодня всю собрала. И что же вы думаете, через полчаса я увидела, как паук... Паук, кстати, я когда начала снимать видео, он был там, заметен. И вот паук этот опять, после того, как я собрала эту паутину, он опять все проделал свою эту работу. Ну, видимо, кушать-то хочется поймать. Мушку хочется. А на суккуленту очень легко налепляется пыль. Но этот паучок такой маленький, безобидный. Паутинка у него тоненькая. А в прошлом году, когда уже лето, когда жарко, просыпаются, там, не знаю, вырастают, большие пауки-крестовики, такие здоровые-здоровые. В детстве мы их боялись. И вот эти крестовики реально, они, ну, нарушают эстетику, нарушают, можно сказать, и внешний вид растений. Потому что, во-первых, они сами огромные, и у них очень такие, ну, извиняюсь за выражение и за такую тему, очень большие испражнения. И такие большущие плюшки, их испражнения можно увидеть прям вот на листе, на одном, на втором. Это уже значит, что внешний вид растения загублен, потому что это черное пятно, даже если его сотрешь, уже поврежден налет. Вот это первый минус. И второй минус. Крестовики окутывают суккуленты своей паутиной так, что просто вот кисточку, если положишь на эту паутину, то она не, паутина не продавится. То есть она настолько плотная, настолько она жесткая. И, естественно, из-за паутины суккулентом нет света, нет аэрации воздуха. Ну, это тоже как бы такой, ну, незначительный, но все равно минус. Следующий минус содержания суккулентов на улице – это дождь. Хорошо, когда есть возможность занести свои растения перед дождем в квартиру, спасти их. Но когда, допустим, ну, вот нет меня дома, да, надвигается гроза и все. То есть, конечно же, они не погибнут от этого, но если будет дождь с градом, и если сильный будет ветер, прям такой ливневый поток, то могут сломаться и листики. Однозначно сотрется налет. Потом вот эта вода, которая застоится в розетках, но даже если ее сдуть, все равно будут следы от нахождения воды в розетках, потому что налет будет поврежден в том месте, где был застой воды. Это опять минус. Следующий минус для меня – это ласточки. Да, как ни странно, это ласточки. Дело в том, что когда я… Ну, просто такое совпадение было. Я когда переселилась в эту квартиру, то одновременно, ну, совпадение. Мы поселились в этот дом, и я, и ласточки в один год. То есть, я поселилась, наверное, где-то в феврале, а ласточки прилетели в мае. Вот, они до этого никогда не жили. И, в общем, я уже сколько здесь, наверное, лет 17 живу в квартире в этой, и 17 лет я наблюдаю ласточек. Я уже привыкла к их щебету, но их еще вот нет, не прилетали. Сейчас, пока я живу на втором этаже, у нас двухэтажный дом, и крыша от дома, она как бы является навесом на моей полке. И когда льет дождь, то даже когда вода стекает с крыш, она, получается, проливается дальше, чем находятся мои полки. Поэтому, когда дождь ровный, то я никакого дискомфорта не испытываю. И суккуленты мои тоже. Ну, просто влажные все. Вода на них не попадает. Но когда... И вот... А, про крышу я говорила. От мысли к мысли. И вот крыша, она является как бы защитой от дождя. И также под этой крышей, то есть у меня двухэтажный дом, окно заканчивается, там стена еще, кусок стены, и дальше крыша. И вот под этой крышей ласточки вьют себе гнезда ежегодно. И это, конечно, замечательно. Но когда выводятся маленькие птенцы, то, естественно, им надо то же самое куда-то опражняться. Ну и куда они опражняются, как вы думаете. На мои суккуленты. На несколько суккулентов в том году. Вот у меня красула Хоббит стояла в том месте. Что-то еще, я уже не помню. В общем, несколько растений, они у меня были полностью белые. Полностью. То есть я их не успевала мыть и протирать. И дело в том, что еще вот эти испражнения, они очень едкие. Если их сразу не уберешь, сразу не сотрешь, то они могут даже, ну, структура такая, что они могут прожечь даже нежную кожицу суккулентов. То есть остаются такие пятна наподобие ожогов. И еще у меня был такой неприятный момент в прошлом году. Ласточки постоянно дерутся за свои гнезда с воробьями. То есть когда ласточки улетают, на их место селятся воробьи. Ну что, готовый дом, нормально, зашел и живи. Воробьи-то не вьют гнезда. И вот где-то им надо селиться. Когда прилетают ласточки, ласточки их выселяют из своих квартир. И не знаю, куда улетают воробьи. И вот в прошлом году, я так поняла, началась бойня ласточек и воробьев. В общем, когда первое поколение птенцов вывелось, птенцы начинали облет. И в это время воробьи заселили гнезда. И вот ласточки их выгоняли. И что-то у них там такая драка произошла. Видно конкретное. И это гнездо полностью, оно достаточно тяжелое. Оно из глины, из земли. Достаточно тяжелое, увесистое. Это гнездо упало на мои суккуленты. Ну, на расстоянии, наверное, метра три с половиной. Может быть, три до суккулентов от крыши. Может быть, ну, где-то так. И вот это гнездо плюхнулось. И оно мне снесло полностью, вот приблизительно, вот так, снесло полностью розетки Эхиверия Блубирт. Она восстановилась за оставшийся там период лета. Она восстановилась. Но все равно для меня это был, как бы, такой значительный урон, потому что она была уже такая красотка, нетронутая. Я как подумаю, что мои суккуленты нетронутые, что они в идеальном состоянии. Обязательно с ними что-то будет. В общем, я себя сглаживаю конкретно. Мне думать про себя хорошо никогда нельзя. Не знаю, как вам, но вот у меня вот так. Вот я недавно, да, еще хотела сегодня показать, почему я начала снимать это видео. Тоже минус содержание суккулентов на улице. Тогда, когда холодно, и тогда, когда политы ваши растения, то огромный риск того, что суккулент загниет. Вот что у меня и случилось. Вот сегодня, наверное, я буду прощаться с своей Эхиверией Лао. Ну, вот она она. Ну, пока вроде так смотрится, ничего особенного, да. Но я сегодня заметила, я их, кстати, выставила. Это она была у меня на зальном окне. Я ее выставила, и потом что-то я подошла к окну посмотреть и обнаружила, что у нее несколько листиков. Откуда даже сейчас, не знаю, не найду. Ну, наверное, вот отсюда. Несколько листиков лежит. Я сначала начала грешить на кошку. Думала, она наступила, я не видела. Она наступила и снесла эти несколько листьев. Но когда я взяла один из листьев в руки, то он был загнивший. То есть вот основание листа, оно было черное. А это значит, что черный ствол, это значит, что растение погибает. И вот сейчас я буду проводить ей операцию. Ствол действительно черный. Но не так, чтобы сильно, потому что когда сильное заражение гнилостными бактериями, то ствол чернеет быстро, и листья отваливаются один за другим. Не успеешь к нему прикоснуться, он уже отвалился. На этой же пока все остальные держатся. Но чуть-чуть я там расковыряла, подлезла ей под юбку. Ствол действительно черный. И поэтому сейчас я ее выну из земли, обследую. Листья оборву, если они примутся, это хорошо. Но вообще здесь, конечно, еще у меня продляется вот эта неудача разведения лау листом тем, что листья с загнившего ствола, то есть листья тоже могут загнить. А вообще лау очень плохо размножается листом. Ужасно плохо. Из 20 листьев, наверное, один дает детку. Поэтому лау дорогая, дорогое растение. Ну, если там спасти нечего будет, ничего страшного. Что ж, это не смертельно. Ну, куплю я себе лау, найду я где-нибудь. Не так это страшно. Ну, просто неприятно. Я так понимаю, что мои суккуленты начинают освобождать место. Я все время кричу, что у меня нет места. Ну, вот они постепенно начинают его мне освобождать. То есть, сколько плюсов, столько и минусов. Плюсы – это хорошо, а минусы – это плохо. Ну, и значительных таких минусов – это, конечно же, содержание влажных растений во влажной почве при холодных температурных перепадах. И также попадание дождя. Вот это два таких самых основных минуса. Ну, вот уже насекомые, птички. Да, кстати, про птичек. Я в прошлом году литопсы не выставляла на улицу, потому что в паза в прошлом году мои литопсы тоже поклевала какая-то птичка. То есть, я подошла к окну, но я, естественно, птичку не видела. Что там за птичка была? Может быть, воробей? Ну, ласточки, конечно, они не садятся. У меня ласточка, даже есть фотография, ласточка, птенец, молодой птенец ласточки упал на мой садик из суккулентов. Там Седом Носбаумера, по-моему, Красула Хоббит была. И вот я сидела на кухне, пила кофе, он бух и свалился. Свалился и зацепился лапками за Седом Носбаумера. И так он просидел, дал себя сфотографировать, дал отснять несколько снимков. И потом посмотрел на меня, ну, понял, что существо с чашкой за стеклом – это вовсе не ласточка. И, может быть, это как бы сподвергло его, дало определенный толчок для того, чтобы он взлетел. Вот, это как бы был такой положительный момент от птичек. А вот отрицательный момент от птичек – то, что какая-то птичка поклевала мне литопсы. Они, конечно, потом… Ну, некоторые вообще прям очень сильно были поклеваны. Несколько дырок, таких очень глубоких, таких прям конкретных дырок. Они потом… Дырки эти затянулись. Я литопсы не поливала. Дырки затянулись. И потом, когда у них произошла оленька, то вот эти старые клеваные шубки они сбросили. Вот. Но все равно, чтобы избежать таких моментов, ведь вот только литопсы, видимо, привлекли их внимание птичек или птички. И поэтому я в прошлом году не выставляла свои литопсы. Они у меня стояли на полке. Окно было открыто. И, между прочим, даже и как бы удачно они у меня простояли, потому что какая-то муха смогла опылить мой литопс. И он у меня завязал семена. Один единственный из всех. Это прям чудо было. Сегодня мои суккуленты под лампами. Лампы горят целый день. Вот выглянуло солнышко. Там уже видно, вот видите, вот соседские сараи. Там видно, что стена освещается солнцем. Но солнце выглянуло буквально, наверное, час назад. А время уже сейчас, не знаю, сколько, часов 5, наверное, вечера. Может быть, уже полшестого. И поэтому выносить на полчаса нет смысла. Это всё будет завтра. Сегодня они у меня простояли. Ну и, естественно, содержание ещё на улице. Минусом являются ожоги. Солнечные ожоги. Это, конечно же, не минует ни один суккулент. Как бы вы их не притеняли, как бы вы их не приучали к солнцу, нижние листики, старые листики, которые вот уже раскрывшиеся, они всё равно получают ожоги. А молодые листики, вот допустим, вот эхиверия куспидата, вот перед вами, вот там в центре она такая розовенькая, а в центре салатовенькая серединка. Вот эти листики, они постепенно будут приучаться к солнцу. Они не сгорят, они будут закаляться. И даже если сгорит вот этот какой-нибудь крайний лист, вот этот, вот этот, эти потом вырастут и закроют вот эти ожоги. Ну и как бы внешний вид восстановится за счёт этого. Ну, горят они всегда. Ну, просто, когда выносишь их на улицу, это получается минимальным. Паук мой спрятался. Не хочет вылезать. Ну да ладно. Всё равно я его изловлю и выпущу. Я не убиваю пауков, мне их жалко. Я вообще никого не убиваю, мне всех жалко. Это вот эхиверия эстер. Гибрид полидониса. Такая красоточка невероятная. Она отличается от полидонисом тем, что у неё края листьев утончённые, такие тоненькие. Вот, допустим, полидонис. Смотрите, вот для сравнения. Ну, просто сейчас вот так, наверное, сделаю. Вот. У неё более широкий лист и более тонкая кайма по краю листа. И за счёт этого она больше краснеет. И поэтому она выглядит чуть-чуть поэффектнее, на мой взгляд, чем полидонис. Сейчас поставлю и нырну с вами на верхнюю полку, на среднюю. На верхнюю не буду нырять, там большие горшки, их надо будет снимать. Это вот гриновии. Они уже готовятся к стагнации. Уже видите, насколько свернулись они в колобочек. Скоро закроются все вот эти листики. И она примет форму закрывшегося бутона розы. Ну, вот типа вот этого. А вот эта молодая розетка, но всё равно она уже тоже вот сворачивается. Вот смотрятся они пока вот так. Ну, и вот эта тоже, тоже формируется. Ну, я думаю, до середины мая они будут закрываться. А потом будут спать всё лето. И поливать их нужно будет только по чуть-чуть. Вот этот лист, это тоже от постоянного передвигания горшков, от постоянного таскания. Просто он прихватился, видимо, когда-то другим горшком. Это не заболевание. Это механические повреждения. Это вот та кореянка, малышулька за 450 рублей, которая очень долго не принималась, которая была ужасно капризная. Ну, вот пока принялась. Что-то она не особо растёт. Ну, хотя, наверное, раза в два уже вымахала. Она была сантиметра два, наверное. Сейчас уже к пяти, наверное, продвигается. Графтопиталум Росби. Вот та красавица, которая в белом горшочке, фиолетовая. Эхиверия Автерглов. Тоже она очень такая капризная дама. Я уже бьюсь с ней. Не сдаюсь. Бьюсь уже целый год приблизительно. Ну, не год. Может быть, наверное, с августа прошлого года. Или с июля. С июля где-то я её заказала. Она пришла, ну, кстати, от того же продавца, у которого я брала вот эту. Она пришла на толстые длинные коряги. Абсолютно вялые. Просто какая-то тряпка, а не растение. Я ей отрезала эту ногу. Она долго укоренялась. Наконец-то она укоренилась. Но тургор не набирала. Так она все листья подсушила. Сидела на всю зиму. Потом несколько листьев... Ну да, несколько листьев немножечко воспряли. Потом они опять засохли. Я посмотрела, вынула её из земли. Хотела пересадить её в другой горшок. Но, в частности, вот в этот. Посмотрела, у неё загнил ствол. Хотя я их не очень сильно поливала. Но, видимо, вот те обработки от вредителей, которые у меня были в неплановый полив, они как бы дали свой отрицательный результат. Вот она успела загнить. Не очень, но я, правда, вовремя заметила. А все остальные, многие остальные потянулись. Ну и вот я опять её также подсушивала. Опять я её укореняла. Сейчас она наконец-то укоренилась. Ура-ура! И вот надеюсь, что теперь она будет расти. Расти на улицу я ещё не выставляю, потому что она ещё очень слабенькая. И листики у неё ещё вялые. Тургор не набрали. Но всех перечислять не буду. Вот такие растения. Ну, вы их все видели. Я вчера снимала видео тоже на подобную тему. Немножечко там по-другому было. Я сегодня просто хотела показать вам свою лау и из-за неё, собственно, весь вот этот сегодняшний сыр-бор. Это вот и хеверия брат Буриана. Посмотрите, какой у неё интересный налёт. Такое чувство, что вот его, как кисточкой туда-сюда двигали, что он стёрт. Но на самом деле к листьям вообще никто не прикасается. И этот налёт, вот такой узорчатый, это её родовой налёт. Такое чувство, что он сползает с листьев. Ну, тоже какая-то изюминка у этой хеверии. Она пришла ко мне красная. Потом она вот... Окрас ушёл, налёт остался. Она подросла значительно. Ну, и сейчас она опять начинает набирать окраску, начинает розоветь. Растения всегда, когда принимаются, после того, как вы срезали их, без воды, без корней они окрашиваются. А потом, когда они принимаются, они теряют окраску, потому что листья начинают жадно впитывать влагу, и окрас уходит. Но когда растение уже принялось, когда оно пошло в рост, то окрас заново возвращается. Вы это тоже учитывайте. И сильно не пугайтесь, если у вас, допустим, хорошее освещение. Но вы считаете, что у вас хорошее освещение для растений, и растение вот после того, как принялось, потеряло окрас. Это ничего страшного, это бывает. Но я уже объяснила, почему это происходит. Ну все. Это все, что я хотела сегодня сказать. Всем пока-пока.